Дневной разворот в Кирове. Друзья, у нас находятся гости. Это Алексей Федоров, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели мы узнать про новые правила, про те изменения, которые уже вступили в силу, да, и по которым вы сейчас работаете. Что нового? Вы знаете, наверное, можно много аспектов нового говорить, но я начну с самых важных, наверное, для наших слушателей, для всех граждан, ну и для нас в том числе. С 1 января на сайте Федеральной службы судебных приставов начал действовать информационный ресурс, на котором сегодня любой гражданин России может узнать о своих долгах. И мы полагаем, что вот такая информационная открытость перед гражданами, прозрачность самого процесса исполнительного производства, это принципиально для нас. Ведь не секрет, что многие платят, не платят свои долги не потому, что они не хотят их платить, а потому что зачастую просто иногда не знают. Ведь недаром мы два года назад инициировали изменения об ответственности почтовых операторов за надлежащую доставку, например, корреспонденции. И сегодня очень много почтовых операторов наказано. И вот понимая эту проблему, мы живем в реальной стране. Мы всемирно, дирекция службы, продвигала эти изменения, которые бы позволяли гражданам в открытом режиме видеть эту информацию. Ведь согласитесь, сегодня судебное решение объявляется публично. Это не какой-то закрытый акт. Ну, то есть любой человек сможет узнать любую информацию о любом должнике на сайте? Нет, не о любом должнике. Он информацию должен узнать о себе. Он именно о себе узнать может? Да, безусловно. Ну, там специально есть форма по заполнению. Можно на основании паспортных данных, можно по основанию по ИНН. Можно на сочетании, допустим, фамилиями отчества и проживания вашего. То есть надо о себе назвать. А если, предположим, Игорь, я знаю твою фамилию, твое имя и где ты живешь. Я могу вбить это и, соответственно, посмотреть, должен Игорь или нет. Ну, если Игорь вам все это рассказал, наверное, он вам доверяет. Тогда вы узнаете о нем. Ну, а знать фамилию, имя и адрес узнать, это не так сложно. Ну, адрес прописки. Тоже не сложно. Я и говорю, что мы-то за открытость общую, понимаете? Ведь судебный акт, это же открытый акт. Он провозглашается в любой суд. Вы можете прийти и услышать, кого там за что наказали. Точно так же и, допустим, штраф. Сегодня тебя, Света, проверю. Я тебя, Игорь, после программы. Ну, что ж, у нас, кстати, совсем недавно был, посещал директор Федеральной службы судебных приставов Артур Олегович Парфенчиков. И он тоже общался с журналистами, показывал. Некоторые из них там пытались себя найти. Но большинство сказало, нет, мы законопослушные, мы ничего не должны. Вопрос к слушателям таков. Как вы считаете, нужны ли вот эти данные в открытой форме на сайте? Как вы считаете, нарушает ли это наши с вами права или нет? Что вы думаете? Звоните, пожалуйста, номер 708-502. Либо пишите самое сообщение на номер 8-909-720-101-0. Ну и по поводу новых изменений также ваше мнение нам интересно. И что можно, собственно говоря, делать с должниками? Что вы еще можете предложить? Как, собственно говоря, с ними бороться? Ну, на самом деле, я еще раз подчеркну, что абсолютное большинство должников это все-таки не злостные уклонисты и так далее, и так далее. Это просто люди в силу каких-то причин, не своевременно выполнивших своего обязательства. Потому что на сегодняшний день порядка 80% должников добровольно оплачивают свои долги. То есть как только они узнают о том, что в отношении их возбуждено исполнительное производство, они платят эти долги. А как-то решается вот эта проблема? Я вот помню, она очень остро стояла последние несколько лет. По крайней мере, я сталкивался с ней, когда есть очень маленький долг, но чтобы его погасить, служба судебных приставов, нужно затратить большее количество денег, чтобы его погасить. Да, безусловно. Мы также инициировали, но это было в прошлом году, изменения, соответствующие законодательству. И теперь, вот допустим, налоговые, пенсионные долги, когда мы за копейками ходили, вы помните об этих, наверное, казусах, сегодня эти долги накапливаются. И только по превышению полутора тысяч рублей они могут быть предъявлены на принудительное исполнение. Бессловно, мы понимали, что тут мы вызывали определенное раздражение у жителей, и когда мы приходим за двадцатью копейками пени, к примеру, в какой-то федеральный фонд. Это было неправильно. И это исправлено. Может быть, для понимания, к примеру, чтобы взыскать двадцать копеек, сколько нужно потратить государству денег? Вы на самом деле столько же, сколько для того, чтобы взыскать пять миллионов. Понимаете? Это, в принципе, вот мы делали определенную калькуляцию. Минимальная сумма, это порядка 700-800 рублей. И это, ну, в зависимости еще от того, где как дело поставили, но это минимальное. 700-800 рублей для того, чтобы вот эта процедура прошла. Неважно, чем она закончена. Сейчас эта процедура будет, если долг не менее полутора тысяч, да? Да. Какие еще новые изменения? Вот я слышала о том, что судебные приставы, исполнители могут задерживать преступников, но только по решению суда. Что это такое? Вы знаете, на самом деле нам очень важная, мы считаем, функция такая отдана, что судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, то есть тех, кто обеспечивает безопасность от правления правосудия. Они находятся в судах. В суды ходят самые различные люди. И в прошлом году мы задерживали лиц, которые находятся в розыске. Но, понимаете, ведь задерживали на свой страх и риск. Вот мы его задерживаем, а какие основания к этому? Оснований, в общем-то, нет. А потому что перед ним лежит фотография, и он знает, что он в розыске, и он его задерживает. Сегодня законодатель исправил этот недочет, и мы пользуемся, мы не только полномочиями, мы обязаны это делать теперь, понимаете? Мы обязаны не проходить мимо этих случаев. Если мы видим вот это и знаем это, мы обязаны задерживать. И самое главное, вот представьте себе, а вдруг при задержании вот такого преступника пристав пострадает? Ему скажут, ну, ты молодец, ты гражданин. А, извините, а как же он как сотрудник правоохранительного органа, милиционер, который рядом с ним был, его семья получит какие-то компенсации и так далее, и так далее. Или он сам, получив какие-то травмы или увечья, получит компенсации. Пристав в этом смысле был беззащитен. Хотя точно так же, как и полицейский, обязан был задержать преступника. А сейчас как? А сейчас закон говорит, задерживай, это твое право и обязанность. А вот с этими новыми правами, обязанностями и полномочиями судебные приставы получили какие-то бонусы, так скажем? Ну, к сожалению, нет. Ну, знаете, опять же, что считать бонусами? Если говорить о финансовых вопросах, нет, не получили. К сожалению, ну, вы сами знаете, какая у нас ситуация и с бюджетом, и в целом с бюджетниками, нет. Пока речь о каком-то повышении... Но в то же время шла речь, когда о реформе полиции, с них, наоборот, пытались снять полномочия какие-то, но при этом зарплату сейчас повышают. А нам получилось так, что определенные полномочия, которые сняли с полиции, достались нам без повышения зарплаты. Вот, например, в Федеральной службе судебных приставов переданы полномочия по административному выдворению граждан за пределы Российской Федерации. То есть то, что раньше занималась миграционная служба и полиция. Теперь этим будем заниматься... А вот можете мне объяснить, почему? Не могу до сих пор понять, почему так получилось. Ну, получилось так, что законодатели посчитали, что это не функция полиции. А, по сути дела, это есть некое решение, уже решение, в данном случае, уполномоченного органа Федеральной миграционной службы и суда. Ведь решение на выдворение принимает суд в рамках определенной процедуры. А мы, орган, который выполняет это, должен выполнять решение. Поэтому, извините, товарищ судебные приставы, выполнять это. То есть это получается что-то вроде такой доделывания черной работы. Да. Ну, мы, на самом деле, ведь мы орган принудительного исполнения, и мы всегда доделываем, то есть доводим до логического завершения то, что начато в рамках судебной процедуры или административной процедуры. То есть произошло административное наказание, но оно еще только на бумаге. И вот если оно не свершилось, мы заканчиваем эту процедуру. Поэтому в этом смысле мы стоим вот как бы с самого края перед гражданами, наверное, за что и подвергаемся зачастую критике. Можете ли вот поподробнее рассказать именно о выдворении, то есть как это происходит, сам процесс или как кого-то... Сейчас вот на самом деле вся нормативная база этого процесса меняется, достаточно сильно меняется, принимаются решения, они находятся в стадии буквально решения всех этих вопросов. И, наверное, вот более подробно мы как-нибудь, когда несколько процедур выдворения совершили... Я, насколько знаю, одна уже была. Ну, это, понимаете, как вот она практически в рамках старых действующих нормативов прошла. Ну, то есть мы только ее совершали. Но еще по тем нормативам, которые приняты у полиции. Но в дальнейшем нормативная база изменится. И мы полагаем, что мы сейчас очень активно в этом смысле работаем с миграционной службой, с правительством, с полицией по передаче этих функций. И как только мы что-то интересное накопим, мы, безусловно, расскажем и вам, и нашим слушателям. Второе изменение. Судебно-вристовы получили возможность замораживать счета в банках. Про это тоже хочу узнать. Ну, конечно, интересную формулировку вы применили, замораживать. Наверное, чуть-чуть по-другому. Вот, понимаете, раньше процедура каким образом строилась? Мы, допустим, слали запрос в банк. Он отвечал, деньги есть. И мы только, когда есть деньги, направляли постановление, соответствующее о том, чтобы их списать. А сейчас денег нет, все равно замораживать. Да, вот, ну, помните, наверное, такое выражение «картотека», да? Счет поставили на картотеку. Деньги упали. Извини, они списались в пользу вот того судебного решения, которое было вынесено по данному должнику. А иначе получалось как? Мы как только получили ответ «денег нет», делай новый запрос, потому что, может, уже деньги пришли. А за эти два дня пока там ходят... А ты сейчас положил денежку, и вы быстренько... Да, да, да. То есть у вас получается такое путешествие бумажек? Ну, на самом деле не бумажек. Мы на сегодняшний день со всеми кредитными организациями области наладили электронный документ оборот. И то есть все это в электронном виде происходит. Уже давно не бумажек, потому что количество таких запросов, допустим, по нашей области в кредитной организации превышает 5 миллионов в год. Вы сами понимаете, что бумажек тут не наносишься. Поэтому, естественно, информационные технологии тут позволяют нам решить эту проблему. Но вот сейчас законодатель, мы считаем, дополнительно защитил взыскателя от вот таких неправильных решений. Я все-таки еще хочу вернуться к мигрантам. Я, насколько знаю, буду создаваться какие-то специальные приемники. Да, они, в общем-то, всегда и были. Просто, видите, вот когда эта проблема как-то раз, новое звучание получило, и все думают, что есть уже, уже и создаются, и правительством области создаются такие приемы. Что они себя представляют? Ну, это, в общем-то, там должны быть созданы нормальные условия для жизни и деятельности, для жизни человека, ожидания его, пока он будет выдворен. И сколько максимальный срок он там проводит? Ну, сейчас вот это все урегулируется новыми процедурами, понимаете? И сейчас вот сказать, я еще раз повторюсь, давайте мы вернемся к этому, когда... То есть это уже есть, но пока еще не работает, так что получается? Да, ну, то есть, понимаете, вот эти дома есть, сейчас там набирается штат, комплектуется все это. Вот, а сейчас пока мы возим сразу напрямую в Москву, допустим, откуда надо его отправлять. Вот, то есть мы его сразу взяли там и повезли. Вот, а, конечно, ну, для нас это может, для нашей области не так остро, но для других это очень остро. Но, тем не менее, правительство области совместно с Федеральной миграционной службой этим вопросом очень плотно занимается. Это не сфера нашей компетенции. Наша сфера взять его из этого дома, да, и доставить пограничной таможенной, пограничной службе, передать его для, собственно, процедуры выдворения. Мы с вами поговорили про банковские счета, но также у вас есть возможность вычитать и заработные платы, да? То есть если не счет, то тогда через заработную плату. Да, есть такая возможность, она законодательством предусмотрена, и мы можем отправить, соответственно, исполнительный документ работодателю, и он будет вычитать. Но я вам скажу, что, опять же, где-то года, да, несколько лет назад, сейчас, ну, сходу не вспомню, ведь была и другая процедура. Сегодня сам взыскатель, зная, допустим, что его должник работает, он может даже к нам не обращаться. Он сразу может предъявить исполнительный документ в организацию, где он работает, и организация обязана этим заниматься. А вот нам потом позвонить и сказать, я исполнительный документ отдал, проконтролируйте, как они там это делают. Вот. К сожалению, граждане пока не очень активно пользуются, а это, в общем-то, сокращает процедуру саму и убыстряет эту процедуру. Ведь пока он к нам придет, напишет, пока мы отправим и так далее, и так далее. Ну, кстати, вот можно посмотреть, соответственно, в интернете, да, вот эти вот данные, которые сейчас опубликованы, и тоже через интернет это все погасить задолженность, да? Да. Тоже это упрощает систему. Это вторая, вот знаете, как это, я извиняюсь за такое выражение, это такая мечта, чтобы на самом деле любой гражданин мог самым простым образом погасить свой долг. Вот на сегодня, там же на сайте Федеральной службы судебных приставов, можно, мы подписали, ФССП подписало первое соглашение с платежной системой Киви, можно погасить через них без какой-либо комиссии. Прямо с сайта зайти на терминал и там оплатить этот долг. Ну, предположим, завтра я хочу уезжать за границ, зашла я сегодня в интернет, увидела, что у меня там должок есть, погасила я его и завтра улетаю, да? Ну, вот тут вы немножко ошибетесь. Дело в том, что сама процедура, она несколько растянута по времени, она предусматривает, чтобы информация о том, что вы проплатили, должна попасть приставу. От пристава он вынести должен соответствующее процессуальное решение, то есть об отмене наложенного ограничения, направить его в пограничную службу. Пограничная служба из своего пункта должна всем это раздать. То есть вы сами понимаете, что это процедура не быстрее. Но это примерно сколько по времени получается? Вы такую цепочку сказали, что мне кажется, это полгода можно... Нет, сегодня, опять же, с учетом того, что мы используем электронные технологии, эта процедура занимает примерно неделю. Поэтому все-таки вот надо заранее это сделать. Кировчане, собирайтесь куда-нибудь съехать, зайдите на сайт, проверите свои данные, да, за неделю постарайтесь, чтобы все успеть. Я думаю, теперь закладки просто в браузере добавили, Сесиль. Да, да, да. Ну, тех, кто часто путешествует и не совсем добросовестно относится к уплате долгов, наверное, должно быть. Ну, а, кстати, какой должен быть долг, имея который, человек не может покинуть Российскую Федерацию? На самом деле, тут это вопрос больших дискуссий. И, с одной стороны, в общем-то, если решение суда не исполнено, то какая разница на какую сумму, да? То есть полторы тысячи, да? А с другой, ну, даже пять рублей, если решение суда не исполнено. Ведь мы решаем не за сумму, а за неисполнение, то есть за что наказание? За неисполнение решения суда. Но в то же время, допустим, международная практика, она говорит, что во многих странах все-таки есть какое-то ограничение. Вот для нас, мы полагаем, что это пять тысяч, это правильно будет. То есть пришли к такой средней сумме, да, пять тысяч? Да, да. Мы, опять же, смотрим количество, насколько быстро гасятся долги. И в конечном итоге у нас есть и иные полномочия для того, чтобы это погасить. Ну, сумму до пяти тысяч, скорее всего, реально. Даже если человек работает, мы понимаем, что это можно погасить. Ну, то есть такой суммы я могу не волноваться, в принципе, за то, что... Нет, волноваться вам все равно надо, потому что иначе мы к вам придем, и все равно будем заставлять, понуждать к оплате долга. Вот еще о чем стоит, наверное, волноваться. Каким образом сейчас будете работать с коммунальными платежами? Тоже, я так понимаю, что какая-то есть новая система, когда можно будет долги отрабатывать, и судебные приставы будут непосредственно сотрудничать с центрами занятости. Ну, на самом деле, это пока не касается законодательных столько инициатив, сколько касается нашего подхода к этой проблеме. На самом деле, мы понимаем, что сегодня вот в такую ситуацию, как правило, попадают люди зачастую социально необустроенные, имеющие экономические проблемы. Не везде у нас тарифы ЖКХ адекватны, допустим, тем услугам, которые получает там человек, да? Мы понимаем, что у человека, вот приходим к нему, у него ничего нет, не взять. Работа у него там мизерная или подработки. Как ему все-таки, тем не менее, рассчитаться со своими долгами? Ведь завтра в конечном итоге его могут просто выселить из этой квартиры, или там начнут сначала это обрезать, это обрезать, то обрезать, выселят. Вот, поэтому мы предлагаем, и тесно взаимодействуя с вот как раз органами по трудоустройству, предлагаем, чтобы они работали, устраивать их на работу. И сегодня с нас очень строго спрашивают за организацию этой работы, полагая, что мы тем самым выполняем и социальную функцию. Ну, а практика какая-то есть уже, слышавшаяся? Ну, это не сказать, ну, это различного рода вот такие сезонные работы по уборке территории. Чаще всего это касается уборки территории. Вот, то есть, или сезонные работы какие-либо, в том числе и на сельхоз. То есть, ну, и положительный результат, он ощутим. Да, безусловно, он закрывает свои долги, и он не должник. В конечном итоге он теперь видит, что если он вдруг в такую ситуацию попадет, он может ее решить. То есть, мы подсказываем, по сути дела, путь решения этой ситуации. Мы не действуем в отношении этого человека какими-то карательными мерами, а действуем, вот, помогая человеку решить эти проблемы. Алексей Сергеевич, а сейчас судебные приставы получили право индексировать элементы? Да? Ну, не совсем так, наверное. Понимаете, раньше складывалась такая парадоксальная ситуация. Вот есть элементы, которые устанавливаются там в размере, в процентах от заработной платы. А есть твердая сумма, да? А есть твердая сумма. То есть, есть два вида. Она привязана к минимальному размеру оплаты труда. Да. Минимальный размер оплаты труда, он меняется очень редко. А жизнь течет постоянно и дорожает тоже. Так вот, если раньше нам законодатель говорил, что вы меняете, как только поменяется величина мрот, то сегодня говорит, нет, вы меняете, как только поменяется величина, индексируете, как только поменяется величина прожиточного минимума. Ведь это определяет. Ведь деньги даются на то, чтобы жить. И они как бы слабо связаны с мрот, да? Вот поэтому это, мы считаем, это правильное решение. То есть, можете индексировать только та, которая, алименты в твердой форме, да? Да, в твердой сумме. Потому что, ну, мы предполагаем, что если оно в проценте, там так или иначе с зарплатой связано. Как это? Раз в квартал происходит, да? Вообще, как только законодатель сочтет необходимым... А, ну, Роскомстат дает сведения у нас ежемесячно, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть ежеквартально. Наверное, даже ежеквартально. И вот как только Роскомстат объявляет официальные сведения о новом прожиточном минимуме, мы должны пересчитать. То есть, а раньше было, какую сумму там назначили, так и человек ее и платит, да? Да, да, да. И вот пока МРОД у нас там, вы помните, там, он 100 рублей был чуть ли не несколько там десятилетий. Вот, и это вот оно так и оставалось. Это, безусловно, несправедливо, это нарушало права вот как раз тех, кто получает алименты детей или престолеренных родителей. У меня вот еще такой вопрос. Я настолько знаю, есть какая-то инициатива с гибкими системами скидок по штрафам. Можете ли пояснить, что это значит? Это, конечно, инициатива. Понимаете, на самом деле, ведь речь идет, опять же, о том, чтобы все-таки гражданин сам выполнил вот эту обязанность. Потому что любая административная процедура, это для государства дорогая процедура. Вот, тем более, представьте себе, административная сама процедура наложения штрафа. Потом сам орган, допустим, там, орган ГИБДД должен этот штраф взыскивать сначала. Потом мы к этому подключаемся. Ну, представляете, сколько денег тратит государство. В конечном итоге сейчас очень активно обсуждается такой вопрос. А может, давайте вот как в некоторых европейских странах, ну, некую там амнистию делать, да? Вот если вы там... На как день прощения библиотеки. Нет, ну, в какой-то срок, допустим, оплатите, то это будет не целый штраф, а полштрафа. Вот. Ну, как это... Пока это все находится на стадии обсуждения. Но, опять же, идет речь о том, что человека самого сподвигнуть к тому, чтобы он решил эту проблему. Вот. А не чтобы мы включали процедуры принуждения, подавления и так далее. Вот на что он направлен. Мне все-таки еще интересует вопрос по поводу алиментов. Вот не совсем могу разобраться. А кому дают твердую сумму, а у кого это зависит от процента? Это суд решает. Чаще всего такое бывает, допустим, когда тот, кто обязан выплачивать алименты, не работает. Тогда твердая сумма, да? И получает официальную зарплату 6 тысяч, да, а у самого где-то там 30-40-50. Бывает это, бывает, назначается индивидуальным предпринимателем, у которых тоже, знаете, там очень сложная система учета их доходов и расходов. Ну, там зачастую бывает. Но, в общем-то, это прерогатива суда. То есть суд, исходя из материалов дела, он сам решает, как обозначить. Для вас сейчас это обременительно, не это сложно, эта процедура индексирования? Мы надеемся, что она будет проще. Сейчас активно внедряется в нашу деятельность информационные технологии. Мы надеемся, что вот все эти изменения, они как раз будут внесены в программное обеспечение, которым пользуются судебные приставы. И эта процедура будет проще. Вообще процедура расчета алиментов, она достаточно сложная. Да, там две формулы, я видела. Там такие сложные, достаточно формулы. И, к сожалению, мы тоже иногда допускаем ошибки наши приставы, за что потом несут ответственность. Но, опять же, еще раз говорю, что в данном случае мы абсолютно поддерживаем эти изменения, потому что они направлены, в первую очередь, на восстановление прав детей, которые по тем или иным причинам лишились попечения родителей. Говорили мы сегодня про новую норму, которую вступили в силу с 1 января 2012 года, новое правило, по которому, собственно, судебные приставы сейчас уже и работают. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. В студии был у нас Алексей Федоров, заместитель и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Кирской области. Спасибо. Спасибо. Возвращаемся с вами. До свидания. Да, ну и мы сейчас быстренько сходим на рекламу, вернемся, и обязательно будет интересно. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Светланы Удельная и Игорь Рысев. И сейчас у нас тема «Вот какая областные власти просят по помощи в развитии хоккея с мячом». Вице-губернатор Сергей Щерчков, до которого мы сейчас пытаемся дозвониться, но который сейчас находится на совещании, пока ответить нам не может. Он встретился в Москве с президентом Федерации хоккея с мячом в России Борисом Скриником. Они договорились подготовить соглашение о дополнительных мерах развития в Кирской области хоккея с мячом, в частности, детского хоккея. На встрече было отмечено, что Федерация хоккея с мячом заинтересована возвращение Родины на лидирующую позицию. Также, по данным правительства области, удалось договориться о визите в Киров Бориса Скриникова и Николая Валуева. Вот так интересно, да, хоккей с мячом и Николая Валуева. Все-таки вспомнила про Валуева? Но он же сейчас и хоккей тоже имеет отношение. Ты же потупила сейчас в пол. Мне вот что интересно. Мне было интересно, оказывается, что у Валуева есть такая должность. Я тоже была удивлена. Я никак не ожидал, что он увлекается хоккеем и с мячом. И тем более, что сейчас ждем в Кирове вот этого вот огромного человека этого. Да, хоккей с мячом. То есть, ну, в последнее время как-то, ну, мягко говоря, мы особых звезд... Давай говорить твердо. С неба не хватает. Плохо. Плохо у нас с хоккеем с мячом. Слушатели, что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли у нас возможность как-то... Нет, сказать по этому поводу можно многое. А мне интересно, что слушатели думают. И как раз-таки твердо и грубо. Мне вот какой вопрос интересен. Я, насколько понял, Щерчков и Скрынник, они обсуждали именно вопрос, каким образом можно вывести Родину на лидирующие позиции. Так вот, как вы считаете, радиослушатели, как можно это сделать? Какие нужны для этого чудеса? Да, последняя игра, когда у нас состоялась? Недавно ведь совсем, да, Игорь? Как ты следишь? Ты, в принципе, ходишь, болеешь за Родину на хоккей с мячом? Нет, я боюсь с холодом. Последняя игра, насколько я знаю, в минувшую пятницу кировские хоккеисты в домашнем матче сыграли с нижегородцами. Родине удалось уйти от поражения за несколько минут до конца игры. Итог встречи 2-2. То есть ничья. На сегодня Родина находится также на последней строчке турнирной таблицы. Нет, у них сейчас, по-моему, предпоследняя, там последний стал Мурман, но там по разнице игр, насколько я понял. Следующую игру наша команда проведет 9 февраля в Первоуральске, с уральским трубником. Вот посмотрим, как они сыграют. Ну, что можно сделать, да, с нашими хоккеистами? Не знаю, внушите им, играйте лучше или как? Не знаю, может быть, Николай Валуев как-то позанимается с ними тренингом? Знаменитая эта история, я, к сожалению, не помню всех подробностей, но примерно суть ее такова, что когда советские футболисты поехали играть то ли в Германию, то ли куда-то еще на чемпионат мира или что-то вроде того. Сейчас все напутаю, конечно же. Но их пообещали расстрелять, если они приедут без выигрыша. И они выиграли. Вот, ну, то есть как-то внушение. Я, конечно, ни на что не намекаю. Слушатели, пожалуйста, звоните к нам, 708-502, наш номер телефона, врывайтесь в нашу прямой эфир, поговорим мы с вами про нашу команду родную, ну, или пишите смс-сообщение на номер 8-909-720-101-0, в студии Светланы Удельной, Игорь Рысев, это Волна, 101-0. Говорим мы сегодня про нашу команду Родина и про то, возможно ли как-то вывести ее на лидирующую позицию. И как именно это можно сделать, что вы думаете по этому поводу, и как-то помогут ли в этом непосредственно Борис Скрынник и Николай Валуев. И как нам поможет генеральный менеджер национальной сборной России по хоккею с мячом Николай Валуев. Вот представляете, у него сейчас должность вот такая вот серьезная, у этого серьезного внешнего человека, да, вот такая вот еще серьезная должность. Мне кажется, ты смеешься над ним. Он все-таки депутат Госдумы, Светлана. Для меня как-то неожиданно, что он так вот в хоккейте с мячом подался. Он боксер, это тоже спорт. Конечно, тоже. Причем тоже серьезный спорт для серьезных мужчин. Но тут боевые искусства, а тут хоккей с мячом. Нет, не путай боевые искусства. Владимир Путин однажды перепутал боевые искусства, за что поплатился. Извиняюсь, но я девочкам не можно. Ладно, прощаемся, Светлана Удельни. 708-502. Набираем мы сейчас Сергея Владимировича. Он находится на очередном совещании сейчас, к сожалению, пока что не отвечает нам. Но интересно нам лично у него узнать, что он думает по этому поводу, что можно сделать с нашей командой, да, и какие вообще, в принципе, перспективы, какой диалог ведется как с Борисом Скрыником, так и с Николаем Валуевым, какая программа взаимодействия. Ну, пока не можем дозвониться, да. Звоним-звоним, пока не получается. Слушатели, 708-502, что есть у вас, ваше мнение нам тоже очень интересно. Зато можно представить диалог, который будет вести Николай Валуев с игроками хоккейного круга, Курлуба Родина, когда они сюда приедут. На студии появилась Ольга Балетина. Да, у нас скоро новости. А что, ну как ты себе это представляешь? Что он придет, ударит кулаком? Ну, представляете, вообще появление человека, для которого изготовили специальные кресла в Госдуме, которые... А, кстати, да, тоже я об этом не думал. А как он в самолетах ездит? Вот. Вместо специальных самолетов. А позадачились мы тут все втроем. Нет, может быть, стоя, знаете, как... Нет, вообще это будет впечатляюще, когда он зайдет, не знаю, там, в раздевалку, или где их там будут собирать с ним. А представляете, действительно, вот этот огромный, огромный, огромной волей человек, будем так говорить, огромной волей, приходит к кировским хоккеистам и говорит, граждане, товарищи, но он же кто у нас депутат Госдумы? Последний аргумент. Депутат Госдумы, я менеджер. Как-то у него еще должность звучит по хоккею. Генеральный менеджер Национальной сборной России по хоккею с мячом. Ольга, ты знала, что он таков? Это для меня тоже было вчера открытием, я честно признаюсь. И вот когда перед ними стоит такой гляф, они берут клюшки. А может быть, он мастер-класс даже проведет и возьмет большую клюшку. И большой мяч. О чем мы хотим сказать? Мы все-таки искренне верим в то, что когда-нибудь Родина у нас займет те позиции, которые занимала ранее. Как ты думаешь, что делать, собственно говоря, с нашей командой, чтобы вывести ее на лидирующие позиции? Нет, ну вот, судя по всему, все логичное уже не помогает. Поэтому решили. Все это такие не совсем логичные меры. Надеюсь, мы дозвонимся сегодня до тех людей, которые нам смогут это объяснить, пояснить. Да, мы пока набираем, набираем. И очень хотим услышать Сергея Владимировича. Ну а пока послушаем новости. Ольга, расскажи нам. Еще раз добрый день. В эфире новости у микрофона Ольга Близина. Александр Уссов подал в отставку. Начальник ГИБДД области написал рапорт об увольнении. В минувшую субботу в отношении него было заведено уголовное дело. Уссова задержали сотрудники ФСБ при получении 10 тысяч рублей за выдачу красивого госномера. Сейчас исполнять обязанности начальника управления ГИБДД по Кировской области будет полковник полиции Александр Плотников. Уссов возглавлял Кировскую автоинспекцию с 2008 года. Предприятие не начислили на пенсии кировчан более миллиарда рублей. Задолженность по взносам на обязательное пенсионное страхование в конце прошлого года составляла 1 миллиард 120 миллионов рублей. Загаданно увеличилось почти на 900 миллионов. По данным Кировского управления Пенсионного фонда России, наибольшая доля задолженности приходится на обрабатывающие предприятия, организации сельского и лесного хозяйства, строительства и торговли. Завтра тема долгов по пенсионным взносам будет обсуждаться на заседании правительства области. Морозы установились в Кирове на неделю. Дневные температуры на уровне 15-18 градусов продержатся минимум до понедельника. При этом, по данным портала Гесметио, сохранится преимущественно солнечная погода. По ночам синоптики обещают до минус 20-23. Ветер при этом восточный и слабый, осадков не ожидается. В начале следующей недели возможно даже усиление морозов по ночам до 27 градусов ниже нуля. К этому часу все. В студии работала Ольга Близина. Программа «Дневной разворот» Светлана Удельна и Игорь Рызев. Я тут самое главное-то вспомнил, что Николай Тавылыв у нас актер еще. Точно ведь. Вот такой разноплановый актер. Мы тут все говорим о каких-то его спортивных достижениях и так далее. А он же у нас еще и актер. А он же и шайба у него, да? Хоккей, и с мячом, да? И побоксировать-то он может, и актер-то он, да? Ну, то есть вообще везде успешный. И вот все-таки Николай Усов у нас. Алексей Усов. Александр. Александр, господи. Да, Александр Усов у нас все-таки подал отставку. Ольга, пойдешь ли ты встречаться с Валуевым, когда приедет? Слушайте, я даже могу рассказать, я его увидела один раз в Москве, когда его атаковала целая группа молодых людей, которые приезжали туда на какое-то там мероприятие. Я, наверное, была единственным человеком, который видел Николая Валуева испуганным, потому что когда его атаковала целая толпа молодежи, он просто пришел на самом деле в ужас. Они всего сфотографироваться хотели. У нас слушатель. Алло, алло. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Олег Иванов, инвалид по зрению. Так, я болел за нашу родину. Можно сказать свои... Конечно, можно. Говорите. Так, ну вот у меня знакомый, не буду, чтобы подводить его. Короче, у него сын играет в хоккей за родину. Тоже собирался бежать, но просто у него возраст не позволил. Что значит бежать? Из клуба имеется беда. Ну, понимаете, 50 тысяч, это ему платили, да и то не вовремя выдавали. Это очень мало для этого. Это, по-честному сказать, лошадиный спорт. Вы сами понимаете, что такое. И травму в любой момент можно такую получить, что инвалидом на всю жизнь остаться. Так что нужно ребятам платить нормальные деньги, и хоккейная команда восстановится. Вот мое зрение. А откуда эти деньги брать? Так, сейчас, конечно... Вы так задумались, как будто у вас есть варианты. Есть. Какие же? Так очень просто. Нужно спонсора искать нормального. У нас есть некоторые товарищи, получают очень... Не буду пальцем показывать, как говорится. Вы сами лучше меня знаете. Это... Можно... Так, вот, даже у меня вариант. Но дело в том, если бы Динамо-скольк клуб был, так я бы подсказал. Вот у нас машины паркуются очень и очень неправильно. На одних штрафах... Как-то мы перескочили с вами сродними машинами. Да, мы сегодня все-таки говорим про нашу команду Родины. Нет, мы не поняли я про что. С одних штрафов можно ни одну команду содержать. Ну, давайте все-таки тут не будем путать. Штрафами нельзя спонсировать команды спортивные. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за звонок. Да, наш номер 708-502. Номер для СВС-сообщений 8-909-720-1-0. Искать спонсоров? Ну, логично, конечно. Ничего здесь не попишешь. Ну, а кто захочет спонсировать команду, которая на предпоследней строчке в турнирной таблице? А вот тут уже нужно придумать какой-то новый менеджмент. Может быть, команде нужно новое лицо? Команде нужен идейный вдохновитель. Идейный вдохновитель. Николай Валуев. Прервемся, но скоро вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА